всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет влог о покупках как вы понимаете я в пункте выдачи ламода мере вот такой костюмчик в составе его 80 процентов шерсть и 20 процентов полиэстер приобрела я его за 1990 рублей и да я его приобрела к сожалению его сейчас уже нет в наличии но костюм очень приятный у него такая кофта свободная все как мне вот прям хотелось можно поясочек одеть можно отдельно брюки носить отдельно кофту ну короче мне очень понравился и цвет такой тоже классный ну и плюс вот такая куртка стоила она но мне обошлась она 1600 рублей тоже была по акции по скидке такой достаточно странный у нее кармашек здесь но вы знаете она мне очень понравилось не очень удобный капюшон она очень теплая я думаю что до минус 5 а то и до минус 10 на машине если с теплой кофтой то будет вообще супер и вот такой вот много зефирно зефирный такой цвет ведь какой не глубокий капюшон вообще супер для питера мокрого снега у нас он очень часто вообще супер такая курточка и не длинная так как я езжу за рулем мне самое но в общем готовь сани летом а телегу зимой да это вот мой случай но на самом деле действительно сейчас очень хорошие цены на трикотажные костюмы трикотажные платья с хорошим составом и куртки различные я зимой эту куртку видела где-то в районе наверное 5000 примерно так вот и сейчас вот по такой хорошей цене естественно приобрела у нас очень хорошая погода наладилась в питере прямо приятно смотреть ну я еще направляюсь в магазин рифгош как вы уже поняли наш торговый центр и погода хорошая люди все прогуливаются в общем супер успешно так но уже везде у нас лежат самокаты и катаются на велосипедах на самокатах в общем супер приятная такая уже прямо весенние весенняя атмосфера в общем и дом в торговый центр хотел еще заскочить буквоет но решила не терзать душу скажем так сейчас девочки сижу жду своих детей со школы надо мне кстати какую-то держалку наверное машину у меня тут негде даже телефон примесь при приладить никак держать рукой ну ладно знаете что сейчас вспомнила сейчас вспомнила комментарий который мне оставляла одна девушка но на супреком естественно не без этого вот по поводу того что он я была вот когда была в минске я была удивлена что очень мало людей на улицах потому что у нас питере вот просто сейчас очень солнечная теплая погода холодный ветер на улице плюс 11 у меня машина пишет но ветер очень холодный кстати и вот у нас выходит солнце буквально на пять минут один раз в неделю допустим и у нас сразу же у нас просто улицы все заполнены и все идут знаете таким неспешным шагом медленно тихонечко прогуливаясь вот я сейчас ехала как раз остановилась прямо посреди дороги потому что одна бабулечка знаете с такими палками вот этими которые скандинавская ходьба по моему это называется да такая просто переходит дорогу она просто переходит дорогу потому что куда торопиться правильно я оставила стою и жду я даже бибикать не стала смысл погода же хорошая солнце на пять минут вышло мне на пять минут 7 целый день обещает солнечно вот а в минске меня удивилась что нет вот таких вот праздно прогуливающих листья людей потому что но вот в москве люди в основном когда-то бегут у нас просто идут куда бежать и торопиться да вот поэтому вспомнила этот комментарий это мне девушка написала что вот я там сравнила там огромный город москву или санкт-петербург с минском я как бы сравнила просто столицы да то есть санкт-петербург считается северной столицей культурной столицы если хотите вот и у нас постоянно у нас мне кажется даже вот блин ураган это кто-то гуляет очень любит у нас люди гулять везде я не знаю извините вот устало держать я не знаю с чем это связано возможно с нашим питерским менталитетом можно так сказать ну куда торопиться правильно и по поводу снимать побольше питера я в центр не езжу девочки вообще не езжу туда потому что что там делать в этом центре мне кажется в любят гулять в основном те кто не родился в санкт-петербурге я как-то не особо там люблю гулять там припарковаться негде доехать туда блин 10 пересадок на метро ну короче 10 пересадок но несколько точно в общем я как-то вот знаете не люблю центр то там красиво но я там много много раз поэтому красота уже не удивляет я люблю больше такие спальные районы пригороды и в принципе я в основном тут и бываю а там мне кажется чок красиво снимать в общем ладно жду детей приеду покажу что я купила магазине рифгош ну что приехала я домой пью кофе просто кофе покажу вам покупки рифгош что хочу сказать если бы мне не подарили карту подарочную карту магазин рифгош на 10 тысяч рублей я бы туда точнее я бы пришла наверное развернулся ушла потому что ассортимент очень маленький цены очень высокие то есть я думаю что все то что я приобрела я на каких-то marketplace ах приобрела бы наверное намного намного дешевле у меня шум на заднем фоне напишите если что я просто перестану именно здесь снимать это я купила новый фильтр для вот этой вот рыбки сейчас я вам покажу вот видите он такой очень очень мощный почему такой фильтр купила потому что у меня золотая рыбка 1 и 2 сомика маленьких но вот эта золотая рыбка никогда не приобретайте золотых рыбок девочки потому что она вечно вот перри такую муть поднимает что ни один фильтр не справляется в общем купю и вот такой но шум шум слышно наверное да если что я перестану здесь снимать так что напишите ну вдруг кого раздражает да в общем у меня была подарочная карта мне подарили на 10000 рублей оставила я там 11700 доплатила еще 1700 рублей давайте буду показывать что я там взяла на самом деле взяла такие я собиралась купить себе косметики ну в общем планов у меня было много в итоге даже вот просто если ну нет да сейчас за санкции нет возможности поставлять какую-то косметику на белорусскую косметику же можно там вот такой маленький стендик белорусской косметики ну что такое правда все что то что я хотела все я нашла во первых взяла вот эту тушь это моя любимейшая тушь я ее много раз показывала вот такая я беру которая для а это я взяла для всех типов ресниц обычно я беру для тонких ресниц и делать более такие прям пушистые реснички классная тушь у меня есть тушь дома еще пока но это запасной также взяла карандашик для бровей это тоже так это я сказала это люкс визаж тушь значит карандашик в оттенке 104 тоже люкс визаж вот такой от мне он очень нравится он подходит под цвет моих бровок и всего остального у меня точно такой же сейчас маленький остался взяла себе на замену дальше обычно я кстати не использую гель для бровей но что-то решила взять непонятно почему наверно потому что врачу брать особо нечего было люкс визаж у меня там 04 у меня как-то был тоже этот гель потом что-то закончился я новый не стала покупать подводка для глаз она реально долго держится не отпечатывается вообще супер подводка вот это я беру вот такую с не буду открывать чтобы она не высохла потому что у меня еще точно такая же есть она с кисточкой есть с фетровым наконечником только с фетровым наконечником такая же черная с золотыми надписями я беру такую но фетровый наконечник мне не очень нравится не очень удобно использовать советую всем вот эту подводку и летом и зимой короче супер долго держится потрясающе так взяла тоже это люкс визаж меня все люкс визаж но на самом деле косметика классная недорогая два вот таких это называется блеск плампер для губ вот такие в двух оттенках на самом деле все равно какой оттенок 302 и 303 то есть один такой посветлее 2 потемнее давайте посыпать нет этим не нанесу на губы короче вот эта штука я и наношу обычно поверх помады при вас нанесу знаете чем мне она нравится она очень хорошо ухаживает за губами единственный и минус она печет губы сильно печет но мне нравится вот этот эффект я не знаю почему мне нравится когда с холодком блески а вот это вот она прям печет такая с перчиком две штуки взяла обожаю их наношу и просто как блеск и на помаду и на карандаш причем карандаш который вы любой другой там фирмы вообще совершенно любой он не размазывается под вот этой штукой но до получается вот эта штука короче мне нравится девочки я рекомендую но кто не любит когда печет или когда холодит но здесь вот печет ход ванила называется то не советую но мне нравится я это мазохист вот и увидела вот такое не видела не ни разу маска бальзам для губ вот такая была только зеленая но я думаю что она просто обычно она просто прозрачная ой вкусно пахнет каким-то фруктиком каким-то пахнет вот супер дальше из декоративной косметики взяла вот такой крем я его тоже уже однажды брала мне он очень нравится это сити крем я не использую тональники такие жесткие тональники здесь просто такое освещение у меня как будто на синьки под глазами надо ламп нет короче в общем это сейчас я открою сразу вам покажу он белого цвета и когда вы наносите он становится таким бежевым и 100 под цвет вашей кожи классная вот это от лимоним не кстати очень нравится и биби крем такой в коричневой упаковочке сделать не открыть вот и вот этот крем мне тоже очень нравится я повторила его на лето ну как не на лето сейчас на весну имеет spf 28 кстати хорошую защиту имеет меня в санкт-петербурге живу до 25 миллилитров есть еще маленькая по моему 10 миллилитров что такое на 10 стоит тысячу рублей а это полторы тысячи рублей вот смотрите сейчас покажу ведь он белый имеет такие как вкрапления но все наверно знают уже для мани мне очень нравится биби сиси крема у особенно дает сиси крем вот видите он становится бежевый подстраиваться под цвет кожи хорошо увлажняет кожу защищает кожу и слегка выравнивает тон то есть если вам нужно там прямо маскировать маскировать то вы тогда все увидите его про его вообще не видно на лице на при этом кожа у меня я могу ходить вообще без тональника без сиси биби и так далее но у меня очень билетная кожа у меня такая кожа синевой немножко потому что она сухая тонкая здесь вот тоже кажется да такое освещение кажется что у меня такие синяки под глазами просто здесь тоненькая кожа у меня так с декоративной косметикой все но вот это хорошее предложение взяла вы такие маски 490 рублей а здесь у нас а сколько здесь масок раз раз два три теперь у меня увлажнитель пищи надо воду налить раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 масок в упаковке мне там девушка посоветовала она сказал что я очень вот эти нравится это с каким-то морским коллагеном она говорит очень классные консультанты у нас в реку штука хорошие и все ради них можно ходить и вот такой вот она мне посоветовала это уже более питательная маска сужает поры уменьшает глубину морщина свежает увлажняет подтягивать или это питательная ну короче вот в общем вот эти две масочки всех там наборами по 490 рублей 10 масок наборами стоят она мне посоветовала вот именно вот эти две так буду пробовать мне кажется вот такую я покупала уже вообще фармсты и вот эти вот масочки мне нравится а вот такой я не приобретала ни разу так дальше в принципе я туда шла ради косметики макс клиник я уже вам говорила о том что и показывала не раз что я именно в риф гоши на скидках 50 процентов там самая низкая цена на эту косметику но в этот раз когда я пришла там было всего два продукта со скидкой 50 процентов я взяла не пробовала до этого ни разу вот такой это у нас сыворотка эссенция антивозрастная с низкомолекулярным коллагеном укрепляющие 50 миллилитров что ты будешь делать не открыть ничего вот так вот она выглядит это он не пробовала я пробовала фиолетовые упаковки крем для области вокруг глаз и ночной крем советую всем со скидкой 50 процентов магазине риф гош в общем такая эссенция очень очень классная девушка мне посоветовала тоже со скидкой 50 процентов но она сказала что он очень хороший вот такой это у нас что это у нас крем для лица с прополисом для интенсивного питания кожи 100 миллилитров тоже было со скидкой 50 процентов поэтому я взяла буду наносить вот так вместе чтобы у меня было супер не знаю это ночной но это и ночной дневной и так и так можно использовать смотрите какая прелесть он короче по консистенции такой она мне дала я щас не буду лазить смотреть медочек такой в общем здесь такие как бы вкрапления вот в этих вкраплениях содержится масло когда вы наносите она мне дала немножко нанести на кожу то есть он такой гелевая текстура вы начинаете вот так распределять и становится как будто бы маслица но при этом она впитывается и не дает жирного блеска супер но вот эта косметику макс клиник это корейская я рекомендую но пусть не в риф гоше в риф гоше со скидкой 50 процентов дешевле всего где-то других marketplace ах я думаю что спокойно можно найти вот эту косметику рекомендую так и я купила себя один парфюмочку маленький 10 миллилитров почему маленький потому что я подумала что я в каких-то интернет магазинах других найду подешевле распакуем вместе с вами называется ричард да я правильно или нет в общем это манго там большая упаковка стоит больше 10 тысяч маленькая вот это за 2 с небольшим это просто потрясающий аромат у меня на руке он как стартует таким спелым манго вместе с зеленой кожицы так он и продолжает благоухать под конец ну вот уже потом чуть-чуть чуть-чуть пудровости блин классный аромат мне еще очень понравился ананас там есть и как-то назывался red sugar что такое красный сахар и насколько я поняла да и понравился еще с персиком персик нет абрикосы вам абрикосы в общем ароматы классные риф гоше дорого стоит там вообще все ароматом дульчиков она с 15000 вообще кошмар какой-то я считаю что это вообще я пытаюсь открыть все коробки уже поломала и я взяла 10 миллилитров вот такой вот маленький я решила что боже как он пахнет вкусно просто манго спелая сочная манго с кожицей умой но это вообще балдеж девочки это балдеж боже что мой но он такой прям терпкий аромат то есть мне кажется что вот два пшика их это это многовато честно многовато потому что в общем куда без парфюма просто цены на парфюма сейчас без слез не взглянешь но в общем мне попался такой хороший продавец консультант такая девочка миленькая молоденькая такая она мне надарила кучу подарков не знаю на видимо рада была что я столько много набрала потому что в этом во всем магазине у нас достаточно большой там риф гоше ходила я и еще одна женщина во первых она мне хотела найти пробники корейской косметики но так и не нашла и решила дать мне пробники герлен на самом деле вот из этой серии эта серия с пчелиными пчелиным медом что-то такое у меня был как-то крем для области вокруг глаз из этой линейки и мне он очень понравился помнится мне единственно что я знаю что девочки у которых есть аллергия на мед нельзя вот это эту косметику использовать в общем она мне надавала это что там какая-то сыворотка для глаз и сыворотка для лица в общем она мне таких три штучки дала спасибо ей огромное я конечно попробую но цена на герлен супер поэтому не знаю если уж прям очень понравится может побалуюсь а так нет также еще вот такую масочку она мне дала на пробу кстати никогда не видела эту марку даже не знаю как она называется попробую это маска для лица омолаживающее с голубой спирулины и сквали нам увлажняет подтягивать тонизировать масочки я люблю с удовольствием попробую я кстати хотела тоже маски себе купить такие кремовые я больше люблю чем тряпочки но что-то ничего не приглянулось мне но и тогда получилось 11700 неплохо и вот такие элемент или мисс или мисс да в общем тут разные пробники это чана мне корейский пыталась найти но это не корейский это ирландия тут написано изготовитель а лондон изготовитель адрес производства лондон в общем вот такие вот всякие очищающее масло с аха кислотами тоже сказала что хорошая косметика что типа познакомьтесь классная дальше крем для лица 3 штучки а крем для лица 2 что крем для лица просто про коллаген здесь ночной крем для лица здесь крем для век получается что еще гель умывания с омегой две штучки дальше тоже крем для век и это крем для век и очищающий крем для проблемной кожи на основе глины там исправила вот эту косметику я не пробовала но видела и неоднократно гриб гоши и не смотрите что она мне еще подарила пачки вот эти вот я кстати люблю их у меня сейчас нет ни одной штучки как они бьюти блендеры мне ни одной штучки нет помялся немножко страшно классный у меня был оригинальный кстати бьюти блендер я потом выкинула и теперь у меня будут вот такие еще там розовенькие малюточка спасибо огромное девочка такая очень приятная мы с ним поболтали немножко ну вот но я люблю вот и все мои покупки на 11 700 круто да нет я все понимаю сейчас вся косметика дорожала но другие например те же интернет-магазины да они как-то выкручиваются добавляют там косметику из индии косметику из с китая скорее с белорусскую косметику российскую косметику там же вообще кошмар короче я брюк уж больше ходить не буду но и что к 5 карточку не подарит мне а так не буду не я лучше закажу на вальдер из на озон на яндекс маркете тоже есть косметика в общем как там так вот такие вот у меня были покупки много наболтала по воду шума напишите если что я не буду здесь снимать меня просто люблю здесь снимать здесь стол большой у меня и такой все зелененько прям солнышко светит как будто бы лето сейчас ну и наверное на сегодня я уже буду с вами прощаться наверно гужей так наболтала надеюсь вам было полезно а еще пару слов хочу по поводу лам моды сказать я в предыдущем видео в этом видео специально озвучиваю цены чтобы вы понимали сейчас самое время чтобы на данной площадке покупать теплые трикотажные костюмы платья куртки все зимние осенние такое тепленькое потому что сейчас на это будет скидки и летом не будет уже скидок там много что уже распродадут и цены станут уже обычными что касается осенних вещей будет в конце мая скидки на это в мае в общем а летние вещи распродажа август сентябрь где-то вот так но я не первый год там заказываю поэтому знаю поэтому вещички я взяла буду носить их с удовольствием осенью в общем супер так все девочки много наболтала извините всех люблю целую до новых встреч